Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Примавера» уже третий год подряд организовывает творческий центр «Мирис». И традиционно этот фестиваль проходит на разных площадках. В этот раз миссия гостеприимства выпала детской школе искусств поселка Развилка. За два конкурсных дня более ста участников продемонстрировали свое мастерство игры на народных инструментах. Это огромный стимул для детей двигаться дальше. Это огромная мотивация для преподавателей быть все время в таком, в общем-то, настоящем творческом тонусе. Это общение, потому что преподаватели ходят, слушают, они знакомятся, они видят, как работают другие преподаватели, другие школы и другие города. То есть это просто творческий обмен опытом. Конкурсантов разделили на несколько возрастных и учебных групп. Для каждого музыкального инструмента было несколько отдельных номинаций. Жюри оценивало игру на баяне, аккордеоне, балалайке, гитаре, домбре и гуслях. На что же мы вообще в первую очередь обращали внимание на детей? Конечно, на не только творческий рост, но само собой, на музыкальность, на исполнение штрихов, на исполнение ритмических рисунков, гармонических стилей. А для Марии Беляевой главное в музыканте – это его полное погружение в исполняемое произведение, эмоциональная отдача и любовь к тому, чем он занимается. Для нас всегда, конечно, очень показательно, если ребенок показывает свое отношение к музыке, к инструменту, когда он садится и доносит не только текст, но и показывает. Ну, это всегда, в общем, видно, что ему нравится играть или не нравится, или его заставляют. Мне кажется, это самый главный критерий. На сцене детской школы искусств выступили не только солисты и дуэты, но и разновозрастные ансамбли, которые поразили жюри своей виртуозностью и слаженностью. А баянисты из города Реутов удивили своим музыкально-танцевальным номером. Юные таланты приехали из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Воронежский ансамбль «Коробейники», участники которого играют на народном инструменте «Домбре», за 30 лет своего существования посетил много фестивалей по всему миру. А вот в конкурсе «Примавера» принял участие впервые. Несмотря на свой большой опыт выступлений на различных сценах с разнообразной музыкальной программой, артисты серьезно отнеслись к подготовке и выбору репертуара. Ну, музыка, она не позволяет вообще-то делать перерывы никаких. Как кушать? Я вот говорю, кушать. Вот надо каждый день кушать. Попробуйте не поесть месяц, два, лета вот. Уйти на три месяца и не заниматься. И что получится. Вот. Поэтому надо заниматься постоянно. Нет предела совершенства. Конечно, все время нам всегда есть, что сказать друг другу. На «Домбре», наверное, сложнее всего – это отработать технику, постановку рук. Вот. Мы занимаемся именно, ну, отдельно много там… В районе двух-трех часов. Да, часов. А с ансамблем еще больше, потому что все равно надо слушать друг друга. Надо каждого дополнять, каждого проверить и потом все это соединять в общую картину. Кирилл Картвилишвили, родившийся в семье гитаристов, занимается музыкой уже много лет. Выбирая инструмент, долго не думал. Ведь любовь к гитаре ему привили еще в детстве. Кирилл признался, что перед выходом на сцену всегда испытывает волнение. Большую ответственность перед педагогами и мамой. Музыка для него – это часть его жизни. Я собираюсь идти в музучилище на гитару и собираюсь заниматься звукорежиссурой. В завершении конкурсного прослушивания после вручения участникам заслуженных наград лучшие из лучших выступили на торжественном галоконцерте. Видя таких красивых, молодых, родносторонне развитых детишек, я спокоен за будущее страны, потому что это же наше будущее. С каждым годом уровень конкурса «Примавера» становится выше. И это не может не радовать. Организаторы Международного музыкального фестиваля пообещали, что это высоко поднятое ими планка не станет ниже. Уже в следующем 2020 году они снова всех удивят новыми талантами и интересными номинациями. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.